Добрый день, Александр. Здравствуйте, добрый день. Если честно, меня немного удивляет ваше мероприятие. Как интересно. Да, тем, что лекции, неужели они могут быть популярны? Это не лекции, дорогой мой, это моноспектакль. Они проходят на аншлагах, что значит популярный. Здесь мы находимся, в этом зале, на тысячи человек. Ни одного нет места. Все места проданы. И так в каждом городе России. Это потому что Коко Шанель с вами вместе, как вы считаете? Нет, это потому что Васильев здесь. Потому что если бы это было другое выступление, загадка Кристиан Диора, или тайна дома Кристиан Диора, или мода и секс, или история интерьеров, все равно места нет. Хотят посмотреть на меня, потому что хотят узнать, какое в жизни все те женщины, которые интересуются модным приговором. А их 30 миллионов только в России. Все-таки женщины самые главные, поклонники. Конечно, потому что на стране живет 60% женщин, по официальному подсчету. По нефициям 65. Поэтому мужчины вообще не должны браться в расчет. Они заняты зарабатыванием денег, своими какими-то играми, охотами, рыбалками, охотами за деньгами, охотами за женщин. Вы считаете, что век женщин приходит в моде? Нет, я не считаю, что век женщин. Конечно, в моде работает много мужчин, потому что у них есть вкус. Ничего с этим нельзя сделать. И женщины, и наш зритель. Ведь эти мужчины творят-то в основном не для мужчин, а для женщин. Дольче и Гаданна, они делают платье для женщин. Конечно, они делают и мужские трусы. Но главное, это женщины-покупатели этих мужских трусов для своих друзей. В чем отличие русской женщины в моде от, ну, допустим, европейской? Главное в том, что русская женщина хочет быть всегда привлекательной и сексуальной, а это не главная задача европеянки. Европейская женщина хочет быть скорее незаметной, ищет скорее элегантность, ищет индивидуальность, ищет скрытый шик. А русская женщина хочет показать свою природную красоту. Глубокая декольте, ромкая талия, широкие бедра, высокие каблуки, наклейные ногти, перегидрольные волосы. Честно, она выглядит вульгарно. Особенно, конечно, в южных районах России, где это цветет ярким пламенем. Почему? Недостаток мужчин, желание найти свое счастье под солнцем, желание заявить о себе. Как вы поняли, количество женщин настолько огромное, что если женщины не будут привлекать внимание к себе через одежду, через цвет своих волос, через свой макияж, через свою походку, то они останутся бездетными. Разве сейчас не меняется ситуация? Мы смотрим. Не совершенно не меняется. Нет. Ситуация не меняется, она меняется только в худшую сторону, потому что количество мужчин не увеличивается, а все увеличение идет за счет тех наций, приезжих, которые, может быть, этих женщин не так интересуют. Я имею в виду эмиграция гестарбайтеров из Средней Азии, я имею в виду Киргизию, я имею в виду Туркмению, Узбекистан. Это не значит, что это плохие мужчины, но это, может быть, не совсем те, с которыми пока что женщина, живущая в Центральной России, хотела бы связать свою судьбу навсегда. Но ведь в Европе тоже все меньше мужчин. Нет. А женщины? Наоборот, совершенно не так. В Европе большее количество мужчин, меньшее количество женщин. Это мы наблюдаем в Англии, это мы наблюдаем в Германии. И женщины, конечно, очень востребованы. Даже если они не следят за собой, как часто это делают француженки и немки, не кладут макияж, не окрашивают свои волосы. Ведь в России табу на седину, желание быть всегда вечно молодой, бесконечные уколы, ботокс, геллероновая кислота, желание быть все время трепетно молодой. При том, что мужчины могут быть какие угодно, пивные животы, упадающие джинсы, стертые ботинки, это не важно. Он же мужчина, мачо, значит, ему все можно. А женщины? И что, ничего не меняется с годами? Ну, не сразу. Конечно, что-то меняется. Конечно, они стали чуть-чуть лучше мыться. Но все равно вонище в транспорте страшное. И она всегда от мужиков, а не от женщин. А вы ездите в транспорте? Ну, иногда мне приходится сниматься. Конечно, я езжу на автомобиле, но это не делает из меня какого-то сноба. Я езжу, если надо, я могу поехать на метро или на автобусе. В любом случае, я это делаю в Париже. Там тоже бывают запашки еще те. Хорошо. А если вернуться к Куко Шанели, к главной теме вашей сегодняшней лекции, я читал, что вы не очень положительно относитесь к этой фигуре. Кто вам сказал? Наоборот, я ее боготворю, это моя кормилица. Мне дала столько денег заработать. Так меня прославила. Нет, это очень интересная, очень творческая натура. Но, конечно, мы ее воспринимаем однобоко. А я за то, чтобы видение было более стерео, более трехмерным. Посмотреть на нее сразу. То есть вы в каком-то смысле ипатируете? У них в коем случае не моя задача. Может быть, компрометируете? Никогда в жизни. Зачем ее компрометировать? Эта женщина не может мне ответить после смерти. Не моя задача изменить, но раскрыть страницы, ее личной жизни, ее творчество, ее представление о чести, представление о Родине. Я думаю, я должен. Может быть, какой-то один самый интересный факт? Я не хочу это говорить до моего выступления. Самый интересный факт, конечно, я думаю, то, что Шанель закрыла свой дом в 40-м году и открыла только в 54-м. Она была на пенсии 14 лет. И многие люди как-то забывают о том, что это были, наверное, и самые тяжелые, но и самые интересные годы ее жизни, потому что они как раз попали на войну и на немецкую оккупацию Франции. Когда Шанель не решила покинуть ее, а осталась с немцами, и вот то, что она делала с ними, я думаю, что всем очень интересно. Современная мода в каком-то смысле превратилась в такую индустрию одурачивания. Ну, если грубо говорить. В каком смысле? В каком смысле? В том, что она подвигает, заставляет людей, которые следят за модой, практически каждый сезон, там, два раза в год менять одежду. А вы думаете, раньше было не так? Нет. Ну, раньше в Советском Союзе можно было пять лет носить, десять лет, одну кутку. Советский Союз был страной за железным занавесом. Понимаете, очень часто люди не пробовали никакого чая, кроме краснодарского. они не знали, что есть Лапсан Сушон или Эл Грей. Так же, как они не знали, что есть цикличность моды и сезонные изменения. Но во всем мире всегда на протяжении последних пятисот лет мода создана для того, чтобы заставить людей два раза в год бежать либо к портнихе, как это было раньше, либо в большой магазин или модный дом, либо в маленький магазин, но менять свой гардероб. Иначе бы мода не менялась. Как вы считаете, можно купить и всю жизнь проходить в одну? Да, можно, но тогда вы будете старомодным. И вы будете сразу ауткасты. То есть вы будете сразу не в социуме. На вас будут смотреть как на какого-то отсталого, как сейчас принято говорить, отстой. Ну, зачем вам это нужно? Вы же хотите быть успешным. Вы молодой, симпатичный журналист. Вам надо быть на виду. Вы же не будете ходить в старом тряпье вашего дедушки. Хотя, может быть, ваш дедушка очень хорошо одевался, я его не знаю. Он был армянином наверняка. Нет. Но мне кажется, по носу, по вашему эмскосу. Ну, почему же? Моя фамилия Никитин. Я русский. Ну, это не важно. Знаете, разные какие. Ну, у Никитина таких носов не бывает. Таких носов не бывает. Это Кавказ. Вас говорит Кавказ. Будущий эднограф. Ну, я вижу сразу, что вы такой северный Кавказ, как нельзя сказать. Тогда ответьте мне на последний вопрос. Ответьте на любой, какой хотите, да. И по ручке погадаете и будущее. Могу все сказать, да. Хорошо, тогда будущее русской моды. В чем оно состоит? Ой, ни в чем. Вы знаете, потому что у нас особенно нету ни фабрик, ни текстильных предприятий, которые бы изготавливали отечественную ткань. Потому что мод начинается с тканей, с текстиля. Пряжи. Мы не можем изготовить свои выкройки, и у нас нет массово-башево-одежды. На нас работает Китай, Индия и Турция. Поэтому будущее русской моды заключается в размещении моделей, которые даже могли быть созданы русскими дизайнерами. В это я верю. Из иностранной ткани в иностранное государство. И русской моды, как таковой, вообще никогда не существовало. Был всегда русский стиль в одежде. Русская мода была убита Петром Первым 300 лет назад. Когда боярская была уничтожена, а вместе с ним и интерес к русскому фольклору. А то, что происходило дальше, это был русский стиль в одежде. В одежде, конечно, европейской. Мы ее видоизменяли под нашу фигуру, под наш климат, под наши религиозные представления, под наши представления о цвете, о свете, о красоте. И что нет никакой надежды на то, что появится мода, понести. Нет, конечно, потому что у нас уничтожена деревня, у нас уничтожен фольклор, его песни, его танцы, его музыка, у нас умирает русский язык. О чем вы говорите? О каком возрождении? Идет глобализация. Глобализация – это процесс, который охватил не только Россию, все страны Европы. Сейчас во в каждом городе одни и те же магазины. Да, глобализация. А думать об индивидуальности русской моды надо было в 20 веке, но у нас был железный занавес, мы ничего не делали для этого. Само слово «мода» в советское время было почти ругательным. Модник – это было плохо. Жаль, заканчивать на такой минорной ноте. Это мажорная нота. Это нота, которая заставляет людей думать. А самое важное в телевидении – это процесс мысли. И поэтому я не хочу быть просто кем-то, кто занимается развлечением людей. Вот мы повеселили, а-а-а, конфетки, бараночки. Это не самое главное. Важно совсем другое. Важно, чтобы люди подумали, да, действительно, а куда мы идем, как мы живем, чем мы думаем, что у нас ждет в будущем. Потому что прогнозирование моды тоже очень интересный шаг. Но, конечно, в моде победит Восток. И, конечно, Восток уже побеждает в Западной Европе, он победит и в России. Во-первых, одежда почти вся сделана на Востоке. Ну и, соответственно, их тренды. А думаю, что Кубань будет заложницей Северного Кавказа. И то есть мода Северного Кавказа каким-то образом отразится на бытии нравах людей здесь. Хотя город у вас очень чистый, очень симпатичный. Я бы даже назвал его привлекательным. Все то, что я вижу здесь, мне кажется, скорее со знаком плюс. Ну что ж, спасибо. Спасибо вам. Спасибо за комплимент. И вот такие прогнозы от Александра Васильева, историка моды. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова